В историческом парке «Россия. Моя история» прошло награждение в честь праздника Дня работника культуры. Встречаем наш профессиональный праздник – День работника культуры, который у нас прошел 25 марта. Были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства культуры Республики Сахай-Якутия. Я с удовольствием хотел бы поздравить вас с этим праздником, вручить эти награды. День работника культуры Республики Сахай-Якутия. Алини Савичне Алексеевы Хвачевкин. Является Роланом Ростиславом Алексеевичем. Благодарность объявляется Афанасьеву Евгению Васильеву. Благодарственное письмо объявляется Соловьевой Ларисе Федоровне. И еще одно благодарственное письмо вручается Александре Николаевне Курюкову. Поздравляем коллектив исторического парка с заслуженными наградами. День работника культуры Республики Сахай-Якутия. Культуры Республики Сахай-Якутия. Культуры Республики Сахай-Якутия. Сегодня будем осуждать этапонимику Эркени. Это название речной долины, которая расположена в Хангаласском лусе. Она одна из больших долин Великой реки Елена. Протирается на 40 километров длину. На самом широком месте 7-8 километров. Вот ширину. Если вы едете, например, по Кровск, вы проезжаете, взбираетесь сначала на сопку, потом опускаетесь, и как раз там начинается уже Хангаласский улуз. С правой стороны у вас сопки, а с левой стороны это долина, да, собственно. И там как раз при спуске стоит памятник Беркута или Орла. Ну вот это место называется Кулаты по названию речки, которая там протекает, Кулаты. И вот как раз там по преданиям жил Муннян, глава хангаласских якутов. А также его сын там вырос. С этим местом очень много преданий. Там жили древние люди, как показали раскопки археологов. Вот это очень значимое место в Эркене, так как к тому же считается, что в Немегинском наследии пристал к берегу один из прародителей народа Саха, Эллей. И там как раз он и встретил, видимо, слуг Омогоя, которые отвели его к Омогою, местному баю. И там у них началось знакомство. И вот как раз это очень такое большое значение для якутской истории имеет. Итак, что это за слово? Слово Эркене. Ну вот говорят, что это эвенское слово от слова Эркак. Это нож и там с окончанием И получается как нож. И есть также вот в эвенском языке междометие Эркене. Это означает как вот что, то есть Эвенов. Есть также вот, я видел мнение, что Эркене так вот в переводе означает «Долина воинов» или «Территория воинов». Вот я не уверен, что вот междометие назвали вот «Долину», да. А также я вот что-то очень сильно сомневаюсь, что так вот назвали «Долиной воинов» и «Территорию Эркении». Ну может быть я не прав, надо это проверить. Если у вас какие-то на этот счет мнения, пишите, будем обсуждать. Но то, что у нас многие топонимы называются на языках других коренных народов Якутии, ну это точно, да. Есть очень много эвенкийских, эвенских, палиазиатских топонимов, то есть, которые вот эти народы изданно живут на территории Якутии. И, может быть, название Эркени – это как раз вот элевенкийское, элевенское слово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Республику Саха, он тоже необычный народ, это эндемики, поэтому, конечно же, они вносят свой вклад в историю России. Конечно, интересно. Вот сегодняшняя выставка художницы вашей талантливейшей, безумно, молодой. Но посмотрите, какие портреты, посмотрите, какая у нее различная техника. Это же кладезь, и она пишет историю вот так. Она пишет историю в картинах, историю людей, историю судеб, историю каких-то событий. И это важно, и это здорово. Пусть вот это пространство наполняется такими выставками. Чем больше, тем лучше, мне кажется. Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную выставку, посвященную 30-летию Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. На экспозиции наглядной форме представлена история первых четырех созывов. А также вы можете ознакомиться с текущей работой Государственного собрания Илтумен. На выставке экспланируются официальные награды, почетные грамоты, нагрудные знаки депутатов Народного собрания Илтумен. Выставка продлится до 14 апреля. Ход свободен. Приглашаем всех желающих. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку Рюриковичи. Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом быте и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас! Здравствуйте, уважаемые жители города Якутска. Приветствую вас в парке «Россия. Моя история». Хочу вам предложить замечательные книги про историю России, про историю Якутии и так далее. Также в нашем магазине имеются сувенирные материалы, сувениры прошлого века, познавательные игры для детей, бюсты великих писателей. А также с этого вам приобрести товары русского географического общества «Мерч». Есть бейсболки, сумки и также сувенирные товары. И многое-многое другие. И все это можете приобрести в нашем магазине «Парке «Россия. Моя история». По адресу город Якутск, Уткино, номер 5. «Россия. Моя история».